Здравствуйте, уважаемый Игнатий Тихонович! Скажите, пожалуйста, а грех ли, когда за меня будет молиться Баптистка? Она есть в Ютубе, много у нее роликов и о здоровье, и о духовном, и вообще, можно ли с такими людьми в другой конфессии общаться? Могу сказать так, она хорошо знает Библию, получше православных. Я имею в виду себя. Я так, я, так Библию, например, не знаю, как она. Буду благодарна вам за ответ. Храни вас Бог. Игнатий Лапкин. Молитва молитве рознь. Но тут они молятся и о чем? Чтобы вы стали баптисткой, еретичкой, вероотступницей, но вы молитесь о сектантке, чтобы она стала православной. Если человек грешит, предатель, то молитва его будет ему в грех, когда он не кается. Псалом 187. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Молитва и в грех. Он молится, а ему в грех это... Ну все, я доказываю. Сказал, а что, как молитва в грех? Я саду раз, показал. Яков 5.15. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. То есть молитва в молитве разница. За нас молились, когда мы были в миссионерской поездке, и молились в Великобритании. Там баптисты, и даже стоит один крестится. И рядом дети стоят и молятся о благополучном окончании нашей трудной, непростой поездки. Ну и сразу я покажу здесь, может придется сказать, что вот наш, мой мир. Тут легко общаться. Почта и все. Ну, хорошая система. Фото 21 тысяча. Разбитые на определенные папки. По темам искать легко очень. 21 тысяча. И здесь видео 8 тысяч. 392, да? Вот. Да. Представь, 8 тысяча. То есть здесь на 1200 меньше, чем на Ютубе. Я оттуда сюда переношу. Ну и вот. Это наш православный форум. Вчера тут зашел человек, еще один такой. Редко-редко. Ни споров, ничего нет. В течение года не было ни одного спора. Вот посмотрите, сколько вчера было. Тут было, что 999 в один день. Но это не наши люди. А сейчас вернулось на прежнее. Сколько? 287. Вот опять к той же цифре вернулись. 287. А на сегодня, за это же время, на 26 человек побольше. Ну, в общем так, раскрутить никто не мог. Наш православный видеоканал. Вот. Сколько у нас тут подписчиков? 13 тысяч 525. И просмотры 12 миллионов 843 тысячи 437. Ну, тут много роликов. 9 тысяч 500. Ясно дело. А теперь покажут какой-нибудь зверешек. Зверек там или падает. Кто-то карма там. И что? Миллионы. Почему? Ну, просто глазеют люди в витрину. Идут и глядят. А там кто-то кривляется. Вот сейчас кто-то зашел. Вот. Я даже боюсь открывать. Потому что с матерками идут. Вот сегодня за утром меня тут обматерили примерно 30 раз. Матерками. Предложение из четырех слов. И три из них матершины. Это все за православие борются они. Даже боюсь открыть. Во свете Библии у нас тут православный библейский сайт. И самое ценное, я так считаю, это вопросы-ответы. 4 124 ответа по темам. Ну и все. Это у меня... А, выслал Сергей, кажется, Евтушенко. Вот смотрите сколько разных. Цитаты из Библии, вспомогательные программы. Вот сколько прислал. По всем, по всем. Бесплатный христианский софт. Вот еще, что софт означает? Сосуд. Программа. Программа. Программа так называют. Программа защитнее программа. Ну, теперь что мне надо показать. Теперь я беру вот слово грех. И отсюда по вопросу буду вынимать. Брат Никита мне поможет. Оформить их. Прослушать. Так, вопрос. Вопросы 2748, 12 том открытым оком. Бог ненавидит людей за надмение. Какие примеры этого наказания есть в Библии? Видите, вопросы мне задают. Я за кафедрой в университете. Ну и задают. Ответ. Напоминание об этом качестве встречается в Библии 49 раз. Надменный, возносящийся, противен и Богу, и людям. Вот сейчас надменно разговаривает Роман. И с батюшкой, со всеми все. Надменность. А ничего нету. Притча 16, 5. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется не наказанным. То есть он один правильно понимает, патриарх еретик, еретик оконченный, там и сатанистами, какие только слова не применяет он сейчас. Все, вся православная сердцем не такая, но один такой. Ну надменность такая. А что, что жизнь такая была? Да никакая жизнь, жизнь вся во грехе была. У нас только принял крещение-то. А с крещения начинается новая жизнь. 1 Маковейская 7, 47. И взяли иудеи добычи их, и награбленное ими, и отрубили голову Никанора, и правую руку его, которую он простирал надменно, и принесли и повесили перед Иерусалимом. Вот смотри, чтобы Господь не отрубил эти руки-то, язык. Верующие иудеи молились против надменных, и их Бог Иегова страшно карал надменных. Молились против надменных. Мы будем молиться. Молиться, оказать любовь. Молиться за твоё разумление, что я тебе здесь, когда ты был, я сразу сказал же, Роман, вот ты как считаешь-то? Считаешь, как будто смеёшься над Богом. Ну ты запиши, ты запиши на магнитопонный, послушай, голос, он в голосе у тебя сидит. Сатана. Здесь были когда? Ещё ничего этого не было. Я тебе уже сказал. Это у меня свидетели здесь. Было это, Роман, это сказать, Никита? Было неоднократно. Неоднократно. Я ему говорил, запиши, послушай. Он записывал? Да, он записывал. Ещё он сказал? Ну, сказал, что в самом деле, ну, читая, не здорово. Не здорово. Я не говорю про ошибки. Я говорю про интонацию в голосе, когда он говорит. Потому что мой по утрам попеременно читает брать это. Ему тоже стали давать-то. Ну, чтение никакое. Дальше. Второе. Маковейское. Один двадцать восемь. Покарай угнетающих и обижающих нас с надмением. Вот сейчас с надмением разговаривает. Он всё знает. Везде шестёрка. И нэн-эн. Там стержников. Там славик. Это всё. Плоская земля. Он надмивается над всем. Космонавтам. Там не надо космонавтам. Но за этим крылась ложь. 3 Маковейская, 2 глава, 2-16 стихи. Господи, создание, святой во святых, единовластвующий, вседержитель, призрин на нас, угнетаемых от безбожника и нечестивца, надменного дерзостью и силою. Тогда всевидящий Бог и над всеми святой во святых, услышав молитву смирения, поразил надмивающегося насилием и дерзостью. Сотрясая его туда и сюда, как тростник ветром, так что он, лежа, недвижим, на помосте и, будучи расслаблен членами, не мог подать даже голоса, постигнутый праведным судом. Ну, с Ромой было здесь. Ты начал спорить и сразу слег. И двое суток лежал, только моргал глазами, и ничего больше не было. Я простыл, ни каши, ничего не было. Лежал и все. Я говорю, ты смотрел, когда с кем случается такое. С надменным не дружи, не знайся. Ему никак не угодить, он будет возноситься и погубить тебя. Это я отвечал лет 15-20 назад в университете. Все матерщинники надменны. И на замечания реагируют с гневом. Сираха 27-15. Ссора надменных кровопролития. И брань их несносна для слуха. Он сейчас уже на нас нападает надменная. Такие же он надменные. Ну, представь себе, там подсаненых какой-то 10 лет, и вот он там про пророчества динозавров там разных. И он все это глотает. Почему? Дух лжи. Вошел в человека. Наполеон надменно увеличался и хотел войти и в Петербург. Четвертое царство, 19-28. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удило мое в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогою, которой пришел ты. Вот тот, который надмивается сейчас, вот этой же дорогой так и выйдешь. Зачем тебе это делать? Зачем? Ты натравливаешь население. Ты подвергаешь опасности каждого человека у нас сегодня. Сиди, замри, чтобы тебя не слышно, не видно было. А что ты говоришь? Ну, тогда вопрос другой. Вызов принят будет сразу же. Сегодня созвонимся, ну, день, тут батюшка приезжает. Уже решение будет принято в течение одной недели. Псалом 9, 25. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его, не от Бога. Псалом 30, 24. Любите Господа, все праведные его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком. С избытком не потянешь. Притча 15, 25. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Пожалуйста, ты не признаешь, не хочешь, и все разорено будет. Это не от нас зависит, это государство. Он не понимает, это шестеренки, которые затягивают, и тебе уже оттуда не вырвется никак. С нами разговор уже и не будет. Мы только молиться и плакать будем о тебе. Сегодняшнее событие я прямо конкретно направляю к роману Малышу из Украины, который жил в Подмосковье или где там. Исайя 3, 16. И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны, и ходят, подняв шею, и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах, и так далее. Там луночки перечисляют. Исайя 13, 11. Я накажу мир за зло, и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Понятно. Страшно кичился Советский Союз, а до него еще, в кавычках, святая Русь. И что стало с ними? Иеремия 48, 29. Слыхали мы о гордости Муава? Гордости чрезмерной, о его высокомерии, и его надменности, и кичливости его, и превозношении сердца его. Аввакум 25. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает в себе все народы, и захватывает в себе все племена. Это Советский Союз, такой вот и был, все хватал. И Россия такая была. Лука 1, 51. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных, помышлениями сердца их. Надменных? Бог растеет, и ничего нету. Надменным даже завидуют глупые люди. Малахия, или... И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивать себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Смотрите, вот я отвечаю, как, что, кто Осипов так отвечает, там, или кто-то? Ну, моих там, здесь слов-то сколько, я показываю. Завидуют глупые люди, а дальше показываю надменным кто. Все пятилетки рассыпавшегося союза есть сплошное надмение. Иакол 4, 16. Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло. И стихотворение. Да буду скор на слышание я полезного, святого, нашу редкость. Наушничество древняя змея на перекрестках жизненных не встретит. Быть медленным на гнев на подчиненных и над собой владыку ощущать, хотя бы допекали до печенок, когда расчет сам просится тотчас. Слова, не сказанные искрами по стеблю, сверкают, вспыхивают, видны меж зубов. Враг наседает и за нервы треплет, сорваться чувствую, язык уже готов. Охолонись, вожженные гиены, мои дела сжигаешь на корню. Не разлепляй же губ, не покажись из пены, я за тебя бесчетно растерплю. Язык мой друг и враг в одном лице, меня возвысив, тут же не спровергнет. Подобен пчелке или же лисея, выкидывает все, что есть на сердце. Нельзя в молчальничестве святость обрести, не исповедуя к спасению Иисуса, что Он, Господь, дающий нам кресты, с Его же помощью свой крест несу я. Непроизвольны разные изгибы, язык наш без костей, молниеносно выдаст, столетние архивные обиды, лопата из помойной ямы выброс. Учился говорить сначала мама, для удовольствия нужное достать. Наш воздух заражен прескверным матом, за слово каждое придется отвечать. Мой род благоуханием молитвы и благовестием да будет весь наполнен. Худой даже к мыслям не прилипнет. Пасхальный звон на наших колокольнях. 7 апреля 2005 года. Я думаю, на сегодня хватит. Благословен Господь.